Андрей, я еще записываю номер 8, Андрей. Добрый вечер, девочки и мальчики. Рада видеть вас на нашем занятии. Мы пришли читать на иврите. Сегодня у нас Йомшлиши, вторник. И мы читаем школьный учебник. Его часть с грамматикой, с текстами, упражнениями и некоторыми заданиями по грамматике. Раздел учебника Сипурим. Страница 89 и может быть до 99 сможем дойти. Учебник Алиф, который называется Эванти Эта Кета. То есть понимание текста и его ответа на вопросы по нему. Мы читаем с вами в соответствии со нашим списком, который составлен по мере вашего появления в зум-классе. Начинаем с Саши. Саша, посмотри, пожалуйста, название. Прочитай, мой добрый. Извините, мне кажется, у нас какая-то... А, я тебя просто не расслышала. Будь добр, чуть-чуть поближе и погромче. Скажи, пожалуйста, Саша, ты можешь второе слово прочитать еще раз? Смотри на огласовки. Ахайрат. То есть ты это слово не понимаешь, правильно я? Нет, я не вспомню это слово. Что такое... Что это слово обозначает? Есть у тебя какая-то версия? Нет. Нет. Хаг ахэрут. Посмотри, после буквы Рэш есть ВАВС точка посредине. Хаг ахэрут шэль мали. Хэрут это свобода или самостоятельность, или какая-то независимость. То есть праздник хаг, праздник свободы, праздник независимости. Шэль мали. Мали, вероятно, это имя, может быть, девочки, я думаю. Итак, мы начинаем читать этот рассказ. Для чего мы читаем название? Чтобы примерно себе представлять, о чём же может идти речь в этом тексте. И, пожалуйста, первое предложение, Саша. Подожди, подожди, Саша. Посмотри на первое слово. Считай по слогам. Бэ, я. Мим. Ямим. Яма, ямаем, это два, два дня, да? А ямим, это много дней. Сколько-то? Баямим. Дальше. Челепней хаг апэсах. Сифра аганенет. Лейладим аль ахаг. Аль ахаг. Вот тут прочитано замечательно. Ты внимательно смотришь, и все правильно читаешь слова. И мы сразу понимаем смысл, о чём нам говорят в этом предложении. Правильно? Баямим шелепней хаг апэсах. Просто иногда читаю про себя, а потом суть. Вот. Я поэтому и говорю. Ты читаешь вслух. Читай правильно огласовки. И у тебя всё получается замечательно. Мы понимаем тебя на слух. И понимаем смысл. Скажи мне, пожалуйста, баямим шелепней хаг апэсах. О чём нам говорит в этом предложении начало? За несколько дней до пэсаха. Так. Сифра аганенет. Ле яладим аль ахаг. О сифра аганенет я не знаю. Лесапер. Что это лесапер? Лесапер. Да. Что такое сипур? Сипур – это текст. Сипур – это рассказ. Тексты бывают разные. Сипур, шир, ещё какие-то виды текста. В данном случае сипур – это рассказ. А сипра, лесапер – что это за глагол? Рассказать. Рассказывать, правильно. Итак. Ли фней камаямим, ли фней хага, песах сипра. Аганенет ле яладим, ле ла яладим аль хаг. О чём она рассказала детям ганенет, воспитательница? Аль ахаг. О празднике. О празднике. Каком празднике? Песах. Песах. Замечательно. Даниил, ты хотел сказать что-то или спросить? Он только хочет. А, он ещё не зашёл. Извините, я думала, это у него вопрос. Понятно. Спасибо, Саша. Теперь, пожалуйста, Илья, ты читаешь второе предложение. Иль, сипран, лаэм, лахэм, эт, а, а, гада, шэль, пэсах. Шэ, мэ, супар, ба, кэйта, бнейк. Исраэль, гаю, а, вадим, бэ, митсраэм. Достаточно читать, ты дочитал до запятой, уже у нас есть такая тема, которую мы можем понять из предложения. Ги, то есть ганэнет, сипра лаэм, то есть ле еладим, ла еладим, эт, а, а, гада, шэль, пэсах. Ганэнет, сипра ле еладим, аль, хаг, пэсах, и сипра, эт, а, а, гада, шэль, пэсах. То есть воспитательница рассказала детям и прочитала, вероятно, или только пересказала о гаду, шэль, пэсах. То есть сказание о пэсахе, такой рассказ, который читают во время праздничного застолья. Этот рассказ всегда читают каждый год снова и снова. И в рассказе в этом, в этой агаде, шэ мэсупар, ба, ба агада, кэйцат бней Исраэль, аю авадим ба Мицраэм. Бней Исраэль, народ Израэля, был, аю, они были, люди эти, которые вставляли народ Израэля, а вадим ба Мицраэм были рабами в Египте. И это было рассказано мэсупар, ба агада, и агада, ба агада мэсупар, кэйцат бней Исраэль, аю авадим ба Мицраэм. Предложение сложное, длинное, большое, в нем некоторые существительные заменены на местоимения или приставлены их окончания к вспомогательным словам, например, к предлогам. Поэтому читать его нужно очень внимательно, не отвлекаясь. И когда вы послушаете сегодняшнее занятие, пожалуйста, возьмите, зайдите еще раз на наш канал, YouTube канал и посмотрите те тексты, которые мы с вами уже читали в этом учебнике. Если вы здесь сейчас один раз только послушаете и с трудом поймете текст, но так как я это подробно рассказываю, то нужно его слушать и читать два или три раза, чтобы у вас слова запоминались, потому что не знать глагол лесапер, не знать слово сипур, мэсупар или такие самые простые примитивные слова, просто нельзя, надо обязательно это запомнить. И я даже не знаю, как это сделать, чтобы вы могли из наших рассказов взять что-то полезное для вас, если вы не будете повторять и не будете вникать в то, что мы здесь с вами читаем. Ну что ж, теперь продолжает чтение маленький кусочек этого предложения Эстер. Потом прочитаешь еще одно предложение Эстер. Пожалуйста. В Кейцад и Штахрэру мэ авдутам. Авдутам. Хэ маю авадим. Авадим. Это они были в рабстве, они были рабами. И мэ авудатэм. Из ихнего рабства они освободились. Хиш-рэ-ру. Хи-шех-рэ-ру. Кейцад. Каким образом они освободились из рабства. Это все было в рассказе Ганэнет, когда она читала им или пересказывала Агада Шэль Пэсах. Баагада. Мэ супар. Кейцад бне Истрээля юа авадим. В Кейцад. Кейцад. Каким образом. И Штахрэру мэ авэ дутам. Из ихнего плена. Эстер, ты хочешь прочитать еще одно предложение. Оно длинное. Но нужно стараться читать и понимать. Пожалуйста. Веливухо. 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 Мэ супар. Эх. Эм. Ицелиху. Леагия. Леэрец. Исраэль. Леахар. Маса. Арох. Векашэ. Бэм. Мидбар. Мидбар. Аз им анахно. Йодэм. Кейцад. Иштахрэру мэ авадим. Авудатам. Хэм. Бэсоф. Лесофсоф. Хэм. Игийю. Леэрец. Исраэль. Ахар. Маса. Арох. Векашэ. Бэм. Мидбар. Они. Народ Израэля. Странствовал по пути, которым указано было ему идти. Маса. Это их путешествие. Маса. Ая. Арох. Это путешествие было длинное. Вэ. Кашэ. И тяжелое. Почему? Потому что это было бэмидбар. В пустыне. Вэ. Хэм. Ицлиху. Леагия. Бэсоф. Сипур. Шэ. Ганэнет. Сипра. Лейладима. Мэсупар. Мэсупар. Запередайте это слово. Рядом слова. Сипур. Мэсупар. Это рассказано. Сипур. Мэсупар. Рассказ. Рассказан. Она им пересказывала то, что есть в Аганге. И. Хэм. Ицлиху. Леагия. Леэрэц. Исраэль. Маса. Ая. Арох. Вэкаше. Кшэ. Ки. Зэ. Ая. Бамидбар. Бамидбар. Хаим. Кашым. Таамид. Вэ. Бэсоф. Хэм. Игию. Леэрэц. Исраэль. Есть какие-то вопросы, Эстер? Скажи мне. Какое-то слово ты хочешь, чтобы мы специально проговорили, перевели или объяснили? Нет. Хорошо. Я надеюсь, что это понятно и запомнилось. Даниил так и не заходит. Но ничего, еще пока есть время. Марк, пожалуйста, посмотри. Посмотри, ты читаешь... Ты читаешь следующее предложение. Показываю, где. Вэлахэн. Сима. Си. Е. Ма. Аганенет. Эт. Де. Ва. Рэйя. Правильно. Два. Рэйя. Два. Рэя. Корим. Лехаг. Апэсах. Ехаг. Это как бы кавычки. Вот посмотри, вот эта вот маленькая черточка. Это как бы кавычки, потому что закрываются ее слова, видишь, вот такие. А это тоже дополнительные. Корим. Лехаг. Апэсах. Ахэрут. Ахэрут. Хаг. Хаг. Ахэрут. То есть праздник освобождения, праздник свободы. Хэрут. Это одно из слов, которые употребляется, чтобы назвать свободу, когда люди вышли из рабства, они стали свободными людьми. Здесь нам все время пересказывают те слова, которые говорила воспитательница детям. И ее последние слова были такие. Вэлахэн. И поэтому Сиема закончила свой рассказ Ганэнет. Корим. Лехага. Пэсах. И поэтому последние слова этой Ганэнет в ее рассказе были, что называют теперь. Хаг. Пэсах. То есть праздник Пэсах. Хаг. Хэрут. Праздником свободы. Тут, слава богу, нет никаких возвращений к предыдущим текстам и сказанным словам. Поэтому простое, прямое предложение. Я надеюсь, что его вам было легко понять. Пожалуйста, Ника. Ты читаешь. Да, спасибо, Марк. Ты молодец, что ты внимательно и каждую букву читаешь. И это нам помогает понять текст. Пожалуйста, Ника, ты читаешь следующее предложение. Ника, ты меня слышишь? Открывай микрофон, пожалуйста. Посмотри, я показываю, где ты будешь читать. У меня включен микрофон. Видишь, Ника, может быть, ты читаешь, но я не вижу, у тебя включен микрофон или нет. Или ты еще не читала? Скажи слово, скажи, чтобы мы знали, что микрофон работает или нет. Нет, мы тебя не слышим, Ника, к сожалению. Позови кого-нибудь из старших, чтобы тебе помогли сделать звук. Соня, будь добра, пожалуйста, ты открой микрофон и читай. Видишь, ты ее и не вижу, или она есть? Есть, я есть. А, ты есть, Соня? Хорошо, откликайся. Посмотри, где я показываю. Соня, ка-шер, шаба, малин, абайта, мин, аган, и адайин, ха-ши, ха-шба, а-шипур, а-шер, и-р, шин, ута, не ад. Очень интересно. Соня предложение прочитала, и мы с ней вместе еще раз повторим. Ка-шер, шава, малин. Малин – это девочка, я понимаю, потому что и шава. Этот глагол уже стоит в женском роде. Когда вернулась малин, абайта, домой, мин, аган, из садика, и адайин, ха-шба, аль, а, сипур. Саша, ты запомнил слово сипур? Да. А слово лисапер? Да. Да, отлично. Итак, это слово все время повторяется, потому что речь идет о рассказе. Итак, и ха-шба, аль, а, сипур. Она все еще адайин, ха-шба, а-ля, сипур. Думала о том рассказе, который она слышала в садике. А-шер, ир, ша, отта, мыот, который очень ее впечатлил. Или разволновал, может быть, дальше. Даже так можно сказать тут. Она, видимо, внимательно слушала, все запомнила и никак не могла перестать думать об этом рассказе, об этом празднике. Спасибо, Соня, хорошо. Влад, скажи, пожалуйста, ты видишь, где надо читать? Десятая строчка. Со слова коль, о-то. Коль, о-то, ём, ай-яц, ай-та, та, и, ма, о, а, ки, а-су, ка, па-ха. Н-ит. Н-от, а-ха-нот. Л-ик-р-от. Л-ик-р-от. Тут нет, о-совсем, л-ик-р-ат. Л-ик-р-ат. Л-э-й-я-ль. Л-э-ль. А-с-да-ра. С-э-дэр. Скажи, пожалуйста, Влад, ты по моей просьбе и по моему совету читал то, что мы читали на предыдущих уроках? Открывал записи роликов? Читал их? Нет. Ты не запомнил некоторые буквы. Тебе нужно повторять обязательно. И я говорю это на каждом занятии. Поэтому ты читаешь даже буквы неправильно. Как можно тебе помочь? Скажи мне, пожалуйста, чтобы ты запомнил буквы. Не знаю. Я тебе подсказываю. Надо те же самые тексты, которые мы читали с тобой, и я тебе про каждую букву говорила, нужно читать еще раз. Сейчас попроси маму, чтобы она нашла тебе предыдущие наши ролики. Там, где ты читаешь неправильно, я тебя исправляю. Попробуй следом за мной прочитать правильно. Вот это единственное, что я могу тебе подсказать. Других принципов, способов запомнить я не знаю. Ты тоже, я понимаю, не знаешь. То надо вот это делать. Как ты думаешь? Пожалуйста, Андрей, почитаем с тобой вместе это предложение еще раз. Влад, спасибо. Со слова Коль-О-То-Ём Коль-О-То-Ём Ай-Та-И-Ма-А-С-О-Ка-Ба-А-Х-А-Н-У-Ц ЛИ-К-Е-РО-Т ЛА-И-ЛИ-К-РА-Т Здесь нет, смотри, ЛИ-К-РА-Т ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ-ЛЕ Хадра. Прочитано правильно, и молодец, что ты останавливаешься, начинаешь читать медленно по слогам, чтобы мы слышали слова. Итак, коль ото ём, Андрей, можешь ли ты нам сказать, что это коль ото ём? Каждый день. Нет, весь, если бы каждый, да? Коль ото ём весь этот день. Айта-Има-Асука. Была, она стала жена. Стала мама, нет, была мама занятая. Где ты видел жена? Скажи. Что? Асука, это она была занята. Посмотри, весь этот день. Айта-Има-Асука была, и мама занята чем? Ба-Аханат в приготовлении, Лекрат, приближение, Лель-Аседер, праздника Песох, который происходит в ночь Седера. Начинают вечером и заканчивают в 12 или в час ночи. Потому что очень много надо прочитать, очень много нужно рассказать, петь песни и делать всевозможные интересные вещи. Для этого нужно очень много всего приготовить. Поэтому мама была занята. И это всё нам запятой сказали. Коль-О-ТО-ЙОМ-Айта-Има-Асука-Бе-Аханат была занята в приготовлении навстречу праздника Песох, Лель-Седер. Умали-Сихака-Левада-Бахадра. Что же это такие за окончания? Левада-Бахадра. Она была сама себе одна в своей комнате. Хедер шла. И Мали, эта девочка, которая у нас здесь главная героиня, она пришла домой и была под впечатлением рассказа, который был в садике. Но мама была занята, и поэтому Мали просто играла в своей комнате. К Сашам, пожалуйста, ты читаешь... Мы начинаем следующий с первого числа, с первого номера. Саша, ты читаешь предложение. Левада-Бахадра. Левада-Бахадра. Шамай-Ман. Цау-Ца-Кот. Веколот. Спо-Цо. Цив-Цо-Ф. Цив-Цо-Ф. Рамим. Олим. Митох. Ахедер. Ахедер. Даниил, ты хотел что-то спросить? Я же сейчас читаю. Ты... А, ты зашёл. Хорошо, вот сейчас это, Саша, я тебя запишу. Даниил, ты будешь... Да, номер девять. Но раз уже Саша прочитал это предложение, то ты будешь следующее читать. У нас ещё тут много что читать в этом тексте. Итак... Левета-Шам-А-Им-А-Ца-А-Кот-Веколот-Цив-Цув. Рамим-Олим-Митох-Ахедер. И вдруг из комнаты Митох-Ахедер, има-Шам-А, мама услышала Ца-Кот-Веколот-Цив-Цув. Она услышала крики и такие звуки, которые... Цив-Цув, это примерно чириканье какое-то. И эти звуки были очень громкие. Рамим-Коля-Колот-Аю-Рамим. И они, Олим, эти звуки, поднимались из комнаты, в которой, видимо, была девочка, её дочка, то есть Мали. А слово Левета... Кто знает это слово? Левета... Левета питом ещё говорят. Неожиданно, или внезапно, или вдруг... Вдруг? Да, примерно так можно эти слова перевести. А понимаем мы, что вдруг, внезапно. Пожалуйста, Даниил, теперь ты. Даниил? Ой, какое длинное предложение. Остановимся здесь, а потом ты дальше прочитаешь. Ладно, мы его сейчас с тобой вместе ещё раз перечитаем, чтобы понять, о чём нам рассказывают. А потом, видо, читаешь после запятой. Посмотри, здесь это предложение заканчивается вот тут, вот тут. И мы его разделим на кусочки. И, то есть, има Ба Меруца, она побежала прямо, она пришла бегом, ля хедер, ай ладим, в комнату детей. У ле автата, и к её сюрпризу удивлению, рата увидела, что ату ким, то есть попугайчики, посмотрите, у девочки в руках попугаи. Ту ким, попугаи шель мали, попугаи, которые были у мали, и т оф фим, они летают, порхают, бахедер, ше, кше эм, мецовцы спим, бе, пахат. Они летают по комнате, и они чирикают от страха. То есть, они были всегда в клетке, и жили всегда в определённом месте, в закрытом. И вдруг выясняется, что они, мама увидела, что они там летают. Ибо меруца, меруца, это от слова ля руц, бежать, она прибежала в комнату и удивилась, потому что увидела, что эти птички летают и чирикают от страха. Но я думаю, что продолжать будет Илья, и мы ему как бы сейчас даём открыть микрофон. Илья. Буква, не буква, а немножко другой, чуть-чуть отличный от других значок, он передаёт звук о ля ховши, они. Они омерет лахэм, цу ла ховши. Ла ховши, ага, вот теперь всё прояснилось. Значит, это картина, которую увидела мама. Она увидела Мали. Девочка, её дочка Мали, стоит возле окна, в холон, а потух. Холон потух, то есть окно открыто. И Мали, цоэкет ле цыпурим, ле туким. Мали, цоэкет ле туким. Помните, нам там говорят, что мама услышала крики и цифцуфим, то есть чириканье. Так, кричала эта Мали, кричала. Что она кричала? И кому? Она кричала этим своим птичкам. Цу ла ховши. То есть выходите на волю. Вы свободны. Или на свободу. Она своих птичек выпустила из клетки и приказала им лететь, куда они хотят. Эстер, пожалуйста, прочитай последнее предложение. Мали, сигри это холон ве стапари ли маа коре кан? Амара има. Амара има. Итак, когда мама увидела всю эту картину, а кстати слово цу ла ховши, слово цу это лацет. Инфинитив, неопределенная форма лацет. Выходите, выходите на волю. Итак, Мали, сказала мама. Сигри это холон. Лесгор. Эстер, лесгор. Что это обозначает глагол? Закрывать. Закрой. Закрывать. А мама ей как приказание. Закрой окно. Вы саприли. Саприли. Что ей надо сделать? Расскажи мне. Расскажи мне. Ма коре кан. Что тут происходит? Слово коре в настоящее время. Ма коре. Что тут происходит? Лекрот. Это случаться и происходить. Ма коре кан. Что здесь происходит? Сказала мама. Сейчас мы посмотрим, как дальше развивались события. У нас этот длинный довольно-таки рассказ, и поэтому нам нужно много времени, чтобы в нём разобраться. Марк, пожалуйста, читай первую строчку. Песах ухаг ахрут и свира мали бэвэки азрацити лешахрер. Эт ату ким шели. Точка. Хорошо, мы дочитали до точки. Слова мали ещё не закончились. Есть ещё одно предложение. Но оно длинное, а нам с вами нужно это понять. На вопрос мамы. Ма коре кан. Мама сказала с апреля в тазбири ма коре по. И она отвечает. Из бира мали бэвэки. Она даже плакать стала. Посмотрите, бэвэки это с рыданиями, с плачем. У неё текли слёзы. Она сказала. Песах ухаг ахерут. Песах это праздник свободы. Объяснила мали со слезами. Азрацити. И я хотела. Тогда я хотела. Лешахрер. Эт ату ким шели. Лешахрер, Марк. Что обозначает этот глагол? Шихрур. Лешахрер. Освободить. Эт ату ким шели. Своих. Освободить своих попугайчиков. Ника, я не знаю, сможешь ли ты это, но попробуем. Попробуй. Ника, читай следующее предложение. Я показываю, где Ника. А, у тебя так и не работает микрофон. Извини. Тогда Соня. Да, Ника, ты просто слушай. Соня. Соня. Да, отлично. Ой-ой-ой, вот это да. Посмотрите-ка. Они не хотят выйти, выходить. Они не хотят выходить ни из клетки, ни из комнаты. Интересно, они не хотят быть свободными. Амали даже расплакалась, что она не может никак их отправить на свободу. Итак, Влад, попробуй ты немножко почитать. Внимательно смотри на каждую букву. М. М. Походим. Амра. Ля. Остановимся здесь. Хорошо прочитал это предложение. Но я не знаю, что ты из этих слов запомнил. Поэтому я повторю для детей. Эмма. Походим. Они боятся. Амра. Ля. Имма. Амра. Ле. Мали. Имма. Бе. Ракут. С нежностью мама сказала мягко, так, чтобы она успокоилась и не расстраивалась. Мама сказала Мали, что её птички боятся. Пожалуйста, Андрей, ты читаешь следующее предложение. Я. Да. 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 Малыш. Ха. Эла. Га. 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 Долу. Коль. Ха. Ха. Ей. Ам. Эм. Молодец. Смотри, как ты правильно здесь прочитал. Ха. Ей. Эм. 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 Жизнь. Ба. Би. Коров. Точка. Если ты захочешь, ещё одно предложение прочитаешь, но мы сейчас это с тобой разберём. Это всё слова мамы. Мама успокаивала девочку и говорила, что её птички боятся. А ту кем аэле эти попугайчики. Га. Длю. Коль. Ха. Им. Шла. Эм. Би. Клю. Эти попугаи всю их жизнь. Жизнь росли в клетке. Хочешь ещё прочитать, Андрей? Тут длинное предложение. Нет. Нет. Даниил, ты хочешь почитать? Да, хочу. Да? Пожалуйста. Илю. Илю. Вот оказывается, какая опасность для ним. Илю. Илю. Яцу. Ахуца. Даже если они выйдут наружу, на улицу, вылетят на улицу. Эм. Ле. Аю. Мы сугалим. Они не будут в состоянии, Афилю. Даже лемцо охаль. То есть не каждому нужна свобода, которая, может быть, им и не в состоянии они будут жить во время этого полёта, если они полетят из клетки и из окна. Потому что они всю жизнь жили в клетке, и даже если они вылетят на улицу, Илю, Яцу, Ахуца, Хэмлё, Аюм и сугалим, они не будут способны, Афилю, даже лемцо охаль, найти для себя еду. Потому что где они раньше находили еду? В маленькой чашечке, куда им насыпали зёрнышки, и ещё в одном стаканчике, куда им наливали воду. Спасибо. Так, хорошо. Саша, пожалуйста, ты кто-то хотел что-то спросить? Нет? Даниил, пожалуйста. Да-да, это. Заранее надо сказать, что такое мевоголин. У нас есть такое слово, пожалуйста, скажи. Я, конечно, бы объяснила, но мне приятно, что ты заранее готовишь перевод. Пожалуйста. А мы воголим, это испуганный. Испуганный, правильно. Не вгальте, говорят. Ой-ой, они не вгальте, я испугалась. Да, спасибо. Это очень мне нравится, потому что ты начинаешь самостоятельно работать. Если не работать самостоятельно, то ничего всё равно не запомнится. Саша, пожалуйста, я думаю, здесь будет уже простое предложение. Ты читаешь его со слова «и». И их неса от атуки, а мы его алим. Молодец. Летох, а клюв. Клюв, замечательно. В? Вот ещё одно сложное слово нам посмотри. «Домат». Посмотри нам, пожалуйста, кто у нас, Даниил, смотрит слова в словаре. А мы с Сашей ещё раз повторим. Саша, слушай внимательно, потому что тут некоторые слова. Надо, чтобы ты мне тоже подсказывал. Что мама здесь сделала? Она поместила опять этих маленьких попугайчиков, которые были очень напуганы, внутрь клетки. Летох, а клюв. После этого Ахар, хипка. Скажи, пожалуйста, Саша, что это за глагол лехабек? Лехабек – выключать. Что сделать? Лехабек, по-моему, это выключать. Лехабек, хибук. Что такое хибук? Хибук. Хибук. Это обнимашки, правда? Да. Хибук. Лайлатов. Хибук. Лайлатов. Ахар. Ахар. То есть после этого, после того, как мама всех попугайчиков обратно водрузила в клетку, она обняла свою дочку. Бита. Батшила. А. Дома. А. Когда мы читали, что она боха, где здесь у нас было, что она плакала, девочка. Так скажи мне, пожалуйста, Даниил, как это слово переводится? Плакать проливать сладу. Да, то есть она обняла свою плачущую дочь, Дмаот. Кто знает слово Дма-а, Дмаот? Да, Соня, пожалуйста. Слёзы. Слёзы, да, Дмаот. Плачущую, рыдающую дочку обняла и пустила всех своих этих птичек обратно. И что-то она ей сказала. Илья, пожалуйста, что же мама сказала после того, как обняла свою дочку? Посмотри со слова хамбрия. Аль-тифкин-малих. Так. Амра-има. В-ни-ш-ка-ота. То есть сначала она хибка-эт-а-батш-ла. В эохарках ниш-ка-от-о. Что она сделала? Сначала она обняла её, а потом ниш-ка-от-а. Илья, как ты думаешь, что это она сделала? Не знаю. Ниш-ка. Что это ниш-ка? Ниш-ка-это поцелуй. Да? Ниш-ка её, то есть поцеловала её. И она ей сказала. Аль-тиф-ки-малих. Ты слово тив-ки можешь понять, Илья? Не плачь. Да, правильно. Не плачь, малих. Амра-има-вэ-ни-ш-ка-ота. И она поцеловала свою дочку. Эстер, можешь ты прочитать следующее предложение? Ат-я-л-да-то-ва-лев-вэ-зэ-ма-ше-ха-шу. Ат-я-л-да-то-ват-лев. Скажи, пожалуйста, Эстер, вот эти два слова через чёрточку написанные. Товад-товат-лев. Как мы можем догадаться, что они обозначают? Тов, например, нам говорят, Бокер-тов. Что это обозначает? Доброе утро. Доброе утро. То есть слово тов может быть доброе. Ага. А если тавад-лев? Товад-лев. Доброе сердце. Правильно? Правда? Можно так сказать ведь? Слово тов – это не только хорошее, но и доброе. Итак, ты, девочка с добрым сердцем. В-э-аз-ма-ше-ха-шу. В-э-зэ-ма-ше-ха-шу. И это именно то, что важно. Мы прочитали с вами весь рассказ. Я думала, мы почитаем три рассказа, но я всё время как бы даже и немножко ошибаюсь в том, что и сколько мы можем сделать. Так как у нас осталось ещё пять минут, мы с вами продолжим разучивание смешного стихотворения. Мы дошли до слова «даём хамиши». Что происходит в «даём хамиши» с этими подарками, которые получает мадам? Саша, ты хочешь прочитать? Давайте я сейчас попробую прочитать быстро, через минут пять. Но мы пока читаем медленно, потому что мы разучиваем. Хорошо? Прежде чем читать, мы посмотрим, что здесь вот нарисовано на этом рисунке. Посмотрите. И вот тут что-то ещё новое в пятый день прибавилось. Ну, то, что первый пассион, вот тут он сидит один, и этс-агас. Помните? Этс-агас и название всех этих птичек. Так, пожалуйста, извини меня, пожалуйста, Саша, ты будешь читать? Ну, сначала читает Марк, это его очередь. Пожалуйста, Марк. Марк, ты хочешь почитать? Марк меня не слышит. Соня? Соня, можешь включить микрофон и прочитать? Соня, пожалуйста, пожалуйста. Хабаот, посмотрите, это кольца, колечки. Аж целых пять колечек он ей прислал. Что ещё? Арба, ципури, шелёш, тернеголин, тернеголот. Сеяни, у пассион, аль-эц-агас. Отлично. Влад, ты хочешь прочитать? Да. Пожалуйста. Хорошо, Влад, ты потренируешься по ролику и потом будешь в следующий раз у нас читать. Андрей, пожалуйста, ты. Андрей. Эстер, ты хочешь прочитать быстро? И Саша тоже. Когда читает, так вы сами себе тренируетесь. Бо-йом. Бо-йом хамиши шалах ли ави хамешта-баот. Молодец. Хамешта-баот арабо циперим. Шелёш, тернеголин, шти йоги. Вепасион. Аль-эц-агас. Отлично. Даниил. 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 Замечательно. Итак, Саша читает на скорость. Пожалуйста. Бо-йом хамиши шалах ли ави хамешта-баот арабо циперим. Шелёш, тернеголин, шти йоги. Вепасион. Аль-эц-агас. Замечательно. Эстер, хочешь прочитать на скорость? Да. Пожалуйста. Бо-йом хамиши шалах ли ави хамешта-баот арабо циперим. Шелёш, тернеголин, шти йоги. Аль-эц-агас. Даже окончание правильно прочитала. Молодец. Кто ещё не читал на скорость? Илью я пропустила. Илья, хочешь прочитать? Пожалуйста. Бо-йом хамиши шалах ли ави хамешта-баот арабо циперим. Шалош, тернеголот, шти йоги. Ним вепасион аль-эц-агас. Молодец. Агас, ты даже это правильно дочитал. Илья прочитал все-все-все слова абсолютно правильно. Он читал не так быстро. Но если читать всё вообще по слогам, по слогам, по слогам, то это будет даже быстрее, если вы читаете большими словами. Итак, мы с вами заканчиваем сегодняшнее занятие. И я вам говорю спасибо. Вы старались, но призываю вас всё-таки повторять то, что мы читаем. Иначе не будет абсолютно никакого продвижения, к сожалению моему большому. Не знаю, надо ли мне из-за этого расстраиваться. Но я хочу вас немножко подтолкнуть к самостоятельности. На этом до свидания. У Ники такая красивенькая.